Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня разберемся, кто же все-таки имеет право получить пособие в связи с новым законом, который вошел от 1 апреля 2020 года. Поэтому, если вам это интересно, то продолжаем смотреть дальше. В предыдущем видео я вам вспоминала о том, что если вы сидите с ребенком дома, то можете оформить себе защилок опекунши. И он будет составлять 80% от вашей средней заработной платы. Что касается людей, которые были трудоустроены на умове, взлицетия на умове отдела, начали, конечно же, паниковать, потому что сидеть дома, работы нету, денег тоже нету. Поэтому все это приводило к шоку, к пани. И, понятное дело, к сомнениям, оставаться ли все-таки в Польше или же уезжать. Правительство очень долго дискутировало на разные изменения, на какую-то помощь для работодателей, а также решило принять закон о том, где говорится, что они будут помогать для работников, которые были трудоустроены на умове взлицения, на умове отдела, а также сами на себя трудоустроены. Кто же все-таки имеет право получить такое пособие? Ну, во-первых, вы должны быть либо гражданином Польши, либо же иметь карту побыта. То есть она может быть как и временная, так и постоянная. Все остальные, которые прибывают на визе, либо на биометрическом паспорте, к сожалению, оформить такой вид пособия не смогут. Также у вас должен быть актуальный договор, который вы заключили до 1 февраля. То есть если до момента входа вот этого вируса, вот этого карантина у вас был заключен договор до 1 февраля, то есть вы успели заключить этот договор до 1 февраля, то вы также можете воспользоваться, также он должен быть у вас актуальным. То есть если вы, например, подписали договор 10 февраля, а в марте месяце вас уже отправили сидеть дома, потому что у вас простой в работе, то, к сожалению, вы такое пособие оформить себе не сможете. Также доход вашего в следующем месяце, за предыдущий месяц должен составлять 50% от минимальной краевой, то есть это минимум 1299 злотых из половины у вас должно быть доход. Также если у вас нет страхования, если вы нигде не застрахованы, вы также можете получить такое пособие. Ну а также если вы не можете полностью выполнять свою работу, то есть работаете на полутата, либо же вообще сидите дома в связи с простоем на фирме. Что в итоге вы получаете, когда оформляете такое пособие? Ну, во-первых, вы получаете помощь финансовую в размере 2080 злотых. Но я вам честно скажу, на практике, наверное, там все будет высчитываться в зависимости от ваших доходов в предыдущих месяцах, потому что там очень много разных статей, когда вы получаете 50% от общей суммы, когда 80% они там высчитывают. В общем, вообще они будут, если все нормально у вас по деньгам, то 2080 злотых – это пособие, которое государство хочет предоставить каждому работнику, который хотел бы выйти на работу, но, к сожалению, из-за вируса должен сидеть дома. Поэтому все будет рассчитано именно в ЗУСе. И помните, что данное пособие платит вам не работодатель, а страховая компания. Для того, чтобы получить такое пособие, вам, во-первых, нужно будет зайти на сайт ЗУС.ПЛ и скачать там зашвидшение, где вы его заполняете. Вы также можете посмотреть, я оставлю вам в инфобоксе ссылочку, и ссылку на это сведшение, где можно его скачать и также его заполнить. К этому всему пакету документов вы должны себе прикрепить договор ваш актуальный, а также копию вашего паспорта и также копию ваших документов, на основании чего вы находитесь. То есть это должна быть либо карта временного побоста, либо же карта ста левелл побоста. И есть четыре варианта, как вы можете отправить этот пакет документов. Первый вариант – это просто зайти через ГОВ.ПЛ и отправить при помощи электронной подписи данные документы электронным. Второй вариант – это через сайт ЗУС.ПЛ оформить и отправить непосредственно им на электронную почту. Третий вариант – это, конечно же, при помощи вашей обычной почты. Помните о заказанном письме, то есть вы должны прикрепить к нему желтую карточку, которую я вам рассказывала в предыдущем видео, для того, чтобы вы имели подтверждение, что ужин принял ваши документы и вы только потом ждете решения. Ну и четвертый вариант – это подойти к отделению ЗУС и оставить пакет документов в почтовом ящике, то есть без контакта с сотрудником. Если честно, я вам не сильно буду советовать четвертый вариант, потому что у вас не будет подтверждения, получили ли они ваши документы или нет. После этого ЗУС рассматривает ваше дело, рассматривает вашу заявку, а также может с вами сконтактироваться. Сконтактироваться с вами он может в таких случаях, когда есть какие-то неправильные заполненные поля и просят, например, исправить какие-то сомнения по поводу ваших документов, либо же хотят, чтобы вы предоставили им какой-то еще документ, который будет подтверждать о ваших доходах, либо же о том, что вы легально там трудоустроены. После этого вам будет перечислена финансовая помощь на ваш банковский счет. Поэтому вам нужно будет подать данное заявление в течение трех месяцев после выхода данного закона. То есть, если он вышел 1 апреля, значит, до конца июня вы можете оформить данную такую финансовую помощь для тех, кто был трудоустроен на умове с лиценен, либо же на умове отдела. Помните также, что данная финансовая помощь, она выплачивается только один раз, и ее выплачивает не ваш работодатель, а страховая компания, то есть заклад ЗУС. Поэтому, если у вас остались еще вопросы, либо же у вас есть какие-то сомнения, и вы не понимаете, как это сделать, вы можете написать в комментариях, будем разбираться вместе с вами, со всеми уже так онлайн. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok